ЧТЕНИЕ СЛОВ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНТИХРИСТОВ Пункт 8. Они хотели бы, чтобы другие покорялись только им, а не истине и Богу. Часть 2. Анализ того, как антихристы заставляют других покоряться только им, а не истине и Богу. Третье. Анализ того, как антихристы запрещают другим вмешиваться в их дела, расспрашивать их или надзирать за их работой. В продолжение темы нашей последней беседы, восьмой пункт в ряду различных проявлений антихристов. Они хотели бы, чтобы другие покорялись только им, а не истине и Богу. Мы разделили этот пункт на четыре подпункта. Два из них мы обсудили на нашем последнем собрании. Первый. Они не способны с кем-либо сотрудничать. Второй. У них есть желание и амбиции подчинять и покорять людей. А какой же третий? Они запрещают другим вмешиваться в их дела, расспрашивать их и надзирать за работой, которой они занялись. В чем может заключаться работа, за которую берутся такие люди? Это может быть любая рабочая программа, за которую отвечает лидер или работник, а также работа, за которую отвечает куратор группы или лидер группы. Это может быть профессиональная работа в какой-то области или индивидуальная работа. Человек, взявшийся за какую-либо работу, может быть лидером или работником, а может быть простым братом или сестрой. Если он запрещает другим вмешиваться в его дела, расспрашивать его или надзирать за ним, то каково его состояние? Какое поведение стоит за этим запретом? Это еще один вид поведения, который относится к восьмому проявлению антихристов, еще один аспект, в котором раскрывается их сущность. В каждом долге есть профессиональная работа, а есть та, которая непосредственно связана с жизнью-вхождением. Профессиональная работа включает в себя все возможные аспекты – методики, знания, обучение, подбор персонала. Все это включено в нее. Некоторые люди, взявшись за работу, начинают заниматься ею самостоятельно. Они не обсуждают ее с другими, а когда у них возникают трудности, они не хотят обращаться за советом. Они хотят самолично принимать решения и иметь последнее слово. Другие люди могут предлагать им свои идеи и участие в надежде немного помочь им. Но принимают ли они такую помощь? Нет, не принимают. Что это за характер? Какой характер руководит этими людьми, если они запрещают другим вмешиваться в их дела, расспрашивать их или надзирать за исполнением их долга? Они считают «Мне знакома эта работа, и я знаю теорию. Эту работу поручила мне церковь, так что я справлюсь сам». Они часто утверждают, что понимают эту профессию и знают ее изнутри, тем самым оправдывая свой отказ раскрывать другим информацию о работе или о ее ходе. Они даже не хотят, чтобы другие знали о промахах, ошибках или казусах, которые случаются в работе. Если кто-то узнает о них и захочет расспросить, подключиться или узнать больше, они отказываются отвечать, говоря, «То, что входит в сферу моей работы, это моя компетенция. Ты не имеешь права лезть ко мне с расспросами. Церковь поручила это не тебе, а мне, и я должен соблюдать конфиденциальность». Разумное ли это оправдание? Правильно ли с их стороны соблюдать конфиденциальность? Нет. Почему? Является ли нарушением конфиденциальности общение с другими людьми о ходе работы, промахах и проблемах, которые в ней возникают, а также о ее плане и направлении? Не является, за исключением некоторых деталей, которые могут представлять угрозу безопасности церкви, если станут известны, так что рассказывать о них другим неуместно. В таких случаях можно и промолчать. «Но если человек ссылается на конфиденциальность и не сообщает другим ничего о своей работе, противится и отказывается отвечать на расспросы, сомнения и просьбы обычных братьев и сестер, лидеров и работников, то в чем здесь проблема? Например, он хочет сделать что-то определенным образом, а кто-то другой говорит ему, «Если ты сделаешь это так, то нанесешь ущерб интересам Божьего дома и отклонишься от курса. Может быть, сделаем вот так?» Тогда он думает про себя, «Если я сделаю по-твоему, другие увидят, что мой способ нехорош, так ведь?» И тогда вся слава за эту работу достанется тебе. Так не пойдет. Я лучше отклонюсь от курса, чем пойду по твоему пути. Я должен идти своим путем. Меня не волнует, что при этом пострадают интересы Божьего дома. Мне важны собственная репутация и статус. Важен мой престиж. Даже если то, что он делает, неправильно, такой человек просто продолжит действовать неправильно и не позволит никому вмешиваться. Разве это не характер Антихриста? В чем сущность того, чтобы не позволять другим вмешиваться? В том, чтобы заниматься собственным делом. Интересы Божьего дома для него не главное, и работа Божьего дома не находится в центре его внимания. Он работает по другому принципу. Вместо этого он ориентируется на свои личные интересы, на свой статус и престиж. Работа и интересы Божьего дома должны служить его собственному статусу и интересам. Вот почему такие люди не позволяют другим вмешиваться в свою работу или расспрашивать о ней. Они считают, что если кто-то вмешается в их работу, то это поставит под угрозу их статус и интересы, а их недостатки и изъяны, а также проблемы и погрешности в их работе будут изобличены. Поэтому они твердо намерены запретить другим вмешиваться в свою работу и не приемлют ни сотрудничества, ни надзора со стороны кого бы то ни было. Какой бы работой не занимался Антихрист, он боится, что Вышнее узнает о ней больше и начнет расспрашивать. Если же Вышнее все-таки спросит о ходе работы и о сотрудниках, Антихрист просто формально отчитается о каких-нибудь мелочах, о некоторых вещах, которые, по его мнению, можно знать Вышнему, и эти знания не повлекут за собой никаких последствий. Если же Вышнее начнет допытываться об остальном, он сочтет, что Вышнее вмешивается в его долг и в его внутренние дела. Он больше ничего им не расскажет, а будет прикидываться дурачком, обманывать и скрывать факты. Разве он не отвергает надзор Божьего дома? А что он будет делать, если кто-то обнаружит одну из его проблем и захочет разоблачить его и сообщить об этом Вышнему? Он остановит его, перехватит и даже пригрозит. Если ты скажешь об этом и в результате нас подрежет Вышнее, то виноват будешь ты. Если кого и нужно подрезать, так это тебя. Не пытается ли он создать независимое царство? Антихрист даже не позволяет Вышнему задавать вопросы, и никто не вправе знать о том, что входит в его сферу компетенции или расспрашивать об этом, а тем более давать рекомендации. Если Антихрист получает доступ к рабочей программе, то только он может принимать окончательные решения по вопросам, входящим в рамки данной работы, только он может выносить решения, только он может действовать и говорить, как ему заблагорассудиться, и что бы он ни делал, у него всегда есть этому оправдание. Как поступают антихристы, если кто-то приходит с расспросами? «А выказывают небрежение и прибегают к укрывательству». К чему еще? К обману. Именно так, к обману, они представляют ложную версию событий. Например, бывает так, что в какой-нибудь церкви лидер или евангельский диакон за месяц обратит всего трех человек, значительно меньше, чем в других церквях. Ему кажется, что он не сможет отчитаться об этом перед Вышним. И что же он делает? Отчитываясь о проделанной работе, он добавляет к тройке нолик и говорит, что обратил тридцать человек. Кто-то другой узнает об этом и спрашивает его, а не обман ли это? Обман? Отвечает тот. Да, все будет в порядке. Мы в следующем месяце наберем тридцать человек и компенсируем, ведь правда? На это у него есть оправдание. Если другой человек серьезно отнесется к подлогу и захочет сообщить о нем Вышнему, Антихрист решит, что этот человек создает для него проблемы, что он имеет на него зуб. Поэтому он будет подавлять таких людей и преследовать, создавать для них проблемы. Разве он при этом не карает людей? Разве он не творит зло? Он никогда не ищет истин принципов в своей работе, так зачем он тогда работает? Ради сохранения своего статуса и обеспечения средств к существованию. Какие бы дурные поступки он не совершал, он не рассказывает людям о своих намерениях и мотивах. Он хранит их в строжайшей тайне и расценивает это как засекреченную информацию. Что является самой болезненной темой для таких людей? Когда им задают вопросы вроде «Чем ты занимался в последнее время? Принесло ли исполнение твоего долга какие-либо результаты? Случались ли какие-либо нарушения или помехи в той сфере, в которой ты работаешь? Как ты с ними справился? Выполняешь ли ты работу как следует? Предано ли ты выполняешь свой долг? Наносили ли принятые тобой решения по работе ущерб интересам Божьего дома? Были ли заменены лидеры, не обладающие достаточной квалификацией? Были ли продвинуты и возвращены люди с высоким уровнем, которые более-менее стремятся к истине? Подавлял ли ты людей, которые не подчинялись тебе? Что ты знаешь о своем развращенном характере? Что ты за человек? Это наиболее чувствительные для них темы. Больше всего они боятся, что им будут задавать эти вопросы, поэтому не ждут, пока ты их задашь, а спешат найти другую тему и замять их. Они хотят во что бы то ни стало ввести тебя в заблуждение, чтобы ты не мог разобраться, какова ситуация на самом деле. Они постоянно держат тебя в неведении, не давая понять, насколько они продвинулись в своей работе. В этом нет ни капли прозрачности. Есть ли у таких людей искренняя вера в Бога? Богобоязнен ли они? Нет. Они никогда не отчитываются о работе по собственной инициативе и не сообщают о промашках в своей работе. Они никогда не задают вопросов, не ищут и не рассказывают о трудностях и неясностях, с которыми сталкиваются в своей работе, а наоборот скрывают эти вещи, запутывая и обманывая других. В их работе нет прозрачности, и только когда Вышнее давит на них, требуя фактического отчета, они неохотно рассказывают хоть что-то. Они скорее умрут, чем затронут вопросы, связанные со своей репутацией и статусом. Они умрут, не проронив ни слова. Вместо этого они будут притворяться, будто ничего не поняли. Разве это не характер Антихриста? Что представляет собой такой человек? Легко ли решить подобную проблему? Если Вышнее должно направлять его в работе, как он к этому отнесется? Формально. Он вроде бы соглашается, даже достает блокнот или компьютер и энергично делает записи, но поймет ли он наставление и приступит ли к работе? Он встает перед тобой в позу, устраивает шоу, чтобы ввести тебя в заблуждение. О чем он думает на самом деле? Поскольку эта работа была поручена мне, то все будет сделано по-моему. Никто не вмешается в то, что я хочу сделать. Чиновники на местах имеют больше возможностей для контроля, чем высокое начальство, поэтому у меня есть такое право. «Если это не так, не поручайте мне этим заниматься. Увольте меня». Вот что он думает и вот как он действует. Что это за характер? Разве это не характер Антихриста? Значит, это проблема. Тебе не разрешается вмешиваться, расспрашивать, допытываться и задавать вопросы. Антихристы очень болезненно к этому относятся. Они думают, «Неужели Вышнее пытается выведать мои проблемы и проверить мою работу? Кто же проболтался?» В панике они всеми силами пытаются узнать, кто именно их скомпрометировал. В конце концов, они сужают круг подозреваемых до двух человек и увольняют их. Что это за проблема? Это характер Антихриста. Что является главной отличительной чертой характера Антихриста? Антихриста. держится за статус и подчиняет себе других. Статус нужен ему, чтобы контролировать других. Пока у него есть статус, он будет на законных основаниях подчинять себе людей. Почему я говорю, что он поступает так на законных основаниях? Потому что эту работу поручил ему Божий дом. Братья и сестры избрали его для ее выполнения. Разве он не будет считать, что выполняет ее законно? Таким образом, работа служит ему для того, чтобы извлекать выгоду. Он думает, «Вы выбрали меня, не так ли? Раз вы меня выбрали, вы должны мне доверять». У неверующих есть поговорка, «Доверяй тем, кого используешь, и не используй тех, кому не доверяешь». Он даже использует сатанинскую поговорку. Является ли это изречение истиной? Это сатанинская ересь и заблуждение. Если ты будешь расспрашивать такого человека о работе, он выдвинет следующую теорию. «Доверяй тем, кого используешь, и не используй тех, кому не доверяешь. Если ты используешь меня, не следует меня подозревать. Если ты не знаешь, что я за человек, если ты не видишь меня насквозь, то не используй меня. Но ты используешь меня, а раз так, я должен твердо придерживаться своей позиции. То, что я говорю, должно быть сделано. Сказанное им должно учитываться во всех рабочих делах. Такому человеку нельзя ничего запретить, нельзя найти для него партнера, нельзя его контролировать и направлять. Если кто-то придет проверять его работу, он просто откажется. Он считает, что не сделал ничего плохого и не нуждается в проверке. Пользуясь своим статусом и властью, такие люди подчиняют себе окружающих, контролируют рабочее место и работу церкви. Разве они не создают независимое царство? Не являются ли они антихристами? Божий дом может поручить им выполнять ту или иную работу и исполнять тот или иной долг, но он не позволит им получить полномочия диктатора. Разве такой человек не заблуждается по поводу намерений Бога и обустройств его дома? Почему такие люди всегда стремятся к статусу и власти вместо того, чтобы хорошо исполнять свой долг? Ими управляет характер антихриста. Верно, таков характер антихриста. Почему они заблуждаются, когда церковь обустраивает для них работу? Потому что они по своей природе любят подчинять себе людей. Такова их природа сущность. Это то, чем они являются. Обустрой для них работу, и они почувствуют, что теперь у них есть власть и статус, а значит, и контроль над своей территорией. Если ты окажешься на их территории, ты должен делать то, что они говорят. Так, например, однажды Божий дом обустроил одному из лидеров провести проверку работы Антихриста. Этот лидер, так же, как и Антихрист, были руководителями церкви и имели один и тот же ранг. Антихрист сказал, ты руководитель церкви и я руководитель церкви. Мы равны по рангу. Не вмешивайся в мои дела, а я не буду вмешиваться в твои. Не беседуй со мной, ты не в том положении. Ты хотел бы поинтересоваться, как идут дела в нашей церкви. Это Вышнее дало тебе такое указание. Предъяви мне доказательства. Лидер сказал, Вышнее только что велело мне передать сообщение. Пойди сам спроси, если ты мне не веришь. Антихрист ответил, Тогда что дает тебе право беседовать со мной и выдвигать против меня обвинения? Что дает тебе право расспрашивать меня о работе, которую я выполняю? У тебя нет на это полномочий? Соответствуют ли эти слова истине? Что это за образ действий? Так поступил бы только Антихрист? У неверующих есть изречение «Кто силен, тот и прав». Они соперничают в том, у кого выше ранг, кто сильнее, кто компетентнее. Они соперничают в том, кто управляет большим числом людей. И в Божьем Доме антихристы соперничают с остальными за те же самые вещи. Не ошиблись ли они адресом? Станет ли человек, обладающий развращенным характером, но не являющийся антихристом, мыслить таким образом, если столкнется с церковным лидером того же ранга, что и он? В нем раскроются те или иные черты, но он будет нормально общаться с этим церковным лидером. Он совершенно точно не скажет, а есть ли у тебя полномочия расспрашивать о моей работе? Он такого не скажет, потому что у него нормальный разум и богобоязненное сердце. Как поведет себя человек с нормальным разумом? Он подумает, мы руководим церковью, потому что нас возвысил Бог. Это его поручение и это наш долг. Если бы Бог не поручил нам этого, мы были бы никем. Это не какая-то официальная должность. Я могу беседовать с тобой о церковной работе, о том, как идут дела у братьев и сестер и о своем опыте работы. Станет ли Антихрист беседовать с другими об этих вещах? Нет, он категорически не станет их раскрывать. Вот почему одна из характерных черт Антихристов, более выраженная, чем у обычных людей, стремление к статусу и власти, и вот почему они также более хитры и коварны, чем обычные люди. В чем же проявляются их хитрость и коварство? Дело в том, что они считают каждый вопрос тайной, о которой не следует распространяться. В любом вопросе они остерегаются других. Они все скрывают, замалчивают и прячут. Могут ли они нормально взаимодействовать и общаться с другими людьми? Могут ли они сказать что-нибудь от чистого сердца? Нет. Они произносят лишь несколько поверхностных банальностей и приятных слов, чтобы ты не уловил сути дела. Пообщавшись с ними некоторое время, ты подумаешь, внешне этот человек не кажется злым. Но почему я всегда чувствую, что его сердце так далеко от других людей? Почему мне всегда так неловко с ним общаться? У меня постоянно возникает ощущение, что его невозможно понять. Есть ли у вас такое чувство? Таков характер Антихриста. Он остерегается всех. А почему он остерегается? Потому что, по его мнению, люди могут представлять угрозу его статусу. Если он будет неосторожен, если ослабит бдительность, то другие смогут догадаться о том, что с ним в действительности происходит, какова его подлинная сущность, и тогда его статус будет невозможно сохранить. Поэтому, когда при встрече его спрашивают о ходе его работы, о его долге или о его личном состоянии, он скрывает все, что может, и утаивает все, что может. А если что-то не удастся утаить, то он постарается это закамуфлировать или спрячется от тебя. Некоторые антихристы имеют странный характер. Хотя они живут среди людей, ты не увидишь, чтобы они с кем-то нормально общались, и у них нет нормальных отношений с другими людьми. Каждый день они держатся особняком, появляясь во время еды и исчезая после нее. Они постоянно норовят исчезнуть. Почему они не общаются с другими? Своим родным они могут рассказать все, что угодно, так почему же им нечего сказать братьям и сестрам? У неверующих есть изречение «Кто много болтает, тот беду на себя накликает». Антихристы придерживаются этого постулата. Они не позволяют себе беззаботно болтать, ведь сказанное ими может выдать их игру, обнажить их слабость. Неизвестно, какое слово Антихриста заставит окружающих смотреть на него свысока и выдаст, что с ним на самом деле происходит, поэтому он всеми силами старается ускользнуть от них. Это его манера ускользать непреднамеренно или ею что-то управляет изнутри? Что-то управляет ею? Это что-то справедливое и благородное или темное? Конечно, темное. Это не единственная особенность поведения антихристов. Чаще всего они не общаются нормально и не взаимодействуют с другими людьми. Иногда, правда, они очень внятны и разговорчивы, но о чем они говорят? Какие у них темы? Они проповедуют слова и доктрины, выставляя себя на показ. Они говорят, что способны выполнять практическую работу и решать настоящие проблемы, хотя на самом деле у них нет никаких реальных навыков. Спросите их, какие у них недостатки, есть ли у них высокомерный характер, и они ответят, каждый представитель развращенного человечества высокомерен. Посмотрите, даже для своего высокомерия у них есть основания. Они приписывают высокомерие всем людям, будто это оправдывает их собственное. они никогда не будут искать истину и, кажется, не замечают, что в работе есть какие-то проблемы или трудности. Ты не узнаешь реальную ситуацию, задавая им вопросы. Когда им нечего делать, они просто сидят и молчат, а если и говорят, то только о собственной компетентности. Они никогда не открываются, они никогда не говорят, какие в них таятся бунтарские или сумасбродные желания, или как они пытаются заключать сделки с Богом, или кому они солгали, или каковы их амбиции при выполнении работы. Они никогда не поднимают эти вопросы, а если их задают другие, им это не интересно. Даже на вопросы, затрагивающие область их профессиональной деятельности, они отвечают лишь вскользь. Короче говоря, любой, кто контактирует с ними в течение некоторого времени, столкнется с большими трудностями, если захочет узнать подробнее обо всем, что связано с их долгом, будь то кадровые вопросы, профессиональная практика или ход работы. С какой бы стороны ты не подходил к делу, пытался ли задавать наводящие вопросы, спрашивал ли напрямую или обращался к кому-то из их близких, тебе нелегко будет добиться результата. Это очень трудоемко. Разве это не коварство? Почему от них так трудно получить хоть какую-нибудь информацию о положении дел? Почему они все так тщательно камуфлируют? Какова их цель? Они хотят сохранить свой статус и средства к существованию. Они считают, мне было нелегко получить этот статус, достичь того в котором я нахожусь сейчас. Не обернется ли для меня бедой, если я по минутной неосторожности сделаю глупость? И кроме того, если бы в Доме Божьем узнали о дурных поступках, которые я совершил, кто знает, стали бы они со мной разбираться. Сколько бы ты не говорил об открытости, честности и верности долгу, дойдет ли это до Антихриста? Нет, не дойдет. У него есть только одно кредо. Птица поет, сама себя выдает. Если ты все выбалтываешь другим, значит, ты некомпетентен и ни на что не годен. Таково их кредо. Таков характер Антихристов. Какую бы работу не выполнял Антихрист, он запрещает другим вмешиваться в нее, расспрашивать, а тем более запрещает Божьему Дому надзирать за ним. Какова их цель? В основном они хотят подчинить себе избранных Божьих, сохранить свой статус и власть, тем самым обеспечивая себе средства к существованию. Это их основная цель. Если вы лидер или работник, боитесь ли вы, что Дом Божий станет расспрашивать о вашей работе и надзирать за ней? Боитесь ли вы, что Дом Божий обнаружит оплошности и ошибки в вашей работе и станет подрезать вас? Боитесь ли вы, что после того, как Вышнее узнает ваш реальный уровень и духовный рост, Вышнее увидит вас в другом свете и не станет рассматривать вас для повышения в должности? Если у тебя есть такие опасения, то это свидетельствует о том, что ты стараешься не ради работы церкви, а ради репутации и статуса, а это доказывает наличие у тебя характера антихриста. Если у тебя характер антихриста, то ты неизбежно будешь идти путем антихристов и совершать все те злодеяния, которые совершают антихристы. Если в глубине души ты не боишься, что Дом Божий будет наблюдать за твоей работой и способен ничего не скрывая давать реальные ответы на вопросы и запросы Вышнего, говоря все, что знаешь, то независимо от того, правильно или неправильно то, что ты говоришь, независимо от того, какую развращенность ты проявляешь, даже если ты проявляешь характер антихриста, ты ни в коем случае не будешь считаться антихристом. Ключевым моментом является то, способен ли ты постичь свой характер антихриста и способен ли искать истину, чтобы решить эту проблему. Если ты принимаешь истину, то твой характер антихриста можно исправить. Если же ты прекрасно знаешь, что у тебя характер антихриста, но не ищешь истину для его исправления, если ты даже пытаешься скрывать возникающие проблемы, лгать о них и уходить от ответственности, если подвергаясь подрезке, ты не принимаешь истину, то это серьезная проблема, и ты ничем не отличаешься от антихриста. Зная, что у тебя характер антихриста, почему ты не решаешься посмотреть правде в глаза? Почему ты не можешь откровенно подойти к этому и сказать, если Вышнее поинтересуется моей работой, я скажу все, что знаю? И даже если всплывут сделанные мною дурные дела, и узнав об этом Вышнее больше не станет использовать меня, и я утрачу свой статус, то я все равно ясно скажу то, что должен сказать. Твоя боязнь того, что Дом Божий будет наблюдать за твоей работой и расспрашивать о ней, доказывает, что ты дорожишь своим статусом больше, чем истиной. Это ли не характер Антихриста? Больше всего дорожить статусом это характер Антихриста. Почему ты так сильно дорожишь статусом? Какие преимущества ты можешь извлечь из статуса? Если бы статус принес тебе бедствия, трудности, смущения и боль, ты бы и дальше дорожил им. Нет. Наличие статуса дает очень много преимуществ, таких как зависть окружающих, уважение, почет и лесть, а также восхищение и благоговение. Статус также дает тебе ощущение превосходства и привилегированности, чувство гордости и собственной значимости. Кроме того, ты также можешь наслаждаться тем, чего нет у других, например, преимуществами статуса и особым отношением к себе. Это те вещи, о которых ты даже не смеешь подумать, и то, о чем ты грезил в своих мечтах. Дорожишь ли ты всем этим? Если же статус попросту дутый и не имеют реального значения, а защита его не служит никакой реальной цели, то не глупо ли дорожить им? Если ты сможешь оставить такие вещи, как интересы и плотские удовольствия, то престиж, выгода и статус больше не будут тебя связывать. Итак, что необходимо решить в первую очередь, чтобы решить проблемы, связанные с трепетным отношением к статусу и стремлением к нему? Во-первых, распознай, в чем природа проблемы совершения зла, использования обмана, утаивания и сокрытия, а также отказа от наблюдения, дознания и расследования со стороны Дома Божьего ради наслаждения преимуществами статуса. Разве это не вопиющее противление и противостояние Богу? Если ты сможешь распознать природу и последствия жажды преимуществ статуса, проблема стремления к статусу будет решена. Если же ты не можешь распознать сущность жажды преимуществ статуса, эта проблема не будет решена никогда. Сотрудничаете ли вы с другими людьми при выполнении работы и долга? Соглашаетесь ли вы на надзор? Принимаете ли вы меры к тому, чтобы другие не вмешивались в ваши дела и не расспрашивали вас? Если кто-то начинает тебя расспрашивать, сопротивляешься ли ты, говоря, кем ты себя возомнил, что вмешиваешься в мои дела? Я на ступень выше тебя по статусу, и я сам решаю, как мне работать. Вышнее не расспрашивает меня, так какое у тебя на это право? Было что-нибудь в этом роде? Какова основная черта характера антихристов? Они добиваются статуса и рвутся к власти, не делают ничего полезного для работы Божьего дома, не считаются с его интересами, относятся ко всему формально, обманывают и работают кое-как. Со стороны кажется, что они энергично занимаются делом, но взгляните на то, что они делают. Во-первых, они не продвигаются вперед, во-вторых, они неэффективны, в-третьих, они не получают результатов, в их делах царит полный хаос. Есть только одна вещь, о которой они не забывают, использовать возможности, которые дает им работа, чтобы ухватиться за власть и не отпускать ее. Им хорошо, пока у них есть власть. Какую бы работу они не выполняли, будь она связана с профессиональной деятельностью, вопросами внешнего порядка, техническими навыками или другими аспектами, в том, как они ее делают, полностью отсутствует прозрачность. Является ли отсутствие прозрачности непреднамеренным? Нет, непреднамеренное идет не от характера, а от низкого уровня и неумения выполнять ту или иную работу. Почему же я говорю, что такой характер это характер Антихриста? Антихрист действует преднамеренно. У него есть внутреннее намерение. Он сознательно держит тебя в неведении, сознательно прячется от тебя и избегает встреч с тобой. Он сводит к минимуму разговоры и общения с тобой. Он сводит к минимуму обмен мнениями с тобой. Он сводит к минимуму свои проявления, чтобы ты постоянно не обвинял его и не расспрашивал, чтобы ты поменьше знал о том, что происходит на самом деле, чтобы ты не разглядел его истинное лицо. Разве это не преднамеренно? Разве в этом нет умысла? Каковы же его намерения и цели? Он хочет обмануть тебя, он блефует, он создает у тебя ложное впечатление и не дает тебе увидеть, как все обстоит на самом деле. Таким образом, он закрепляет свой статус, и это его радует. Разве не такова природа этого? В характере антихристов сознательно обманывать, лукавить и скрывать. Все это делается сознательно. Скажите, при каком рабочем графике люди настолько заняты, что у них не остается времени на встречи с другими? Не при каком, верно? Ни один рабочий график не загружает человека настолько, что у него не остается времени ни на еду, ни на сон, ни на встречи с другими. Ситуация пока еще не столь напряженная. Можно выкроить время на эти дела. Так почему же у этих людей нет времени? Они не хотят встречаться с тобой. Они не хотят, чтобы ты расспрашивал их о работе. Разве это не характер Антихриста? Что это за люди? Разве они не маловеры? Именно так каждый Антихрист является маловером. В противном случае они не присваивали бы себе работу Божьего Дома и не подчиняли бы себе тех, кто следует за Богом. Они бы не делали ничего подобного. Первое проявление маловеров – это полное отсутствие у них богобоязненного сердца. Под предлогом веры в Бога они строят заговоры в своих интересах. Они смелы, безрассудны и совершенно бесстрашны. Их вера в Бога – не истинная вера, а лозунг. В их сердце нет ни капли богобоязненности. Субтитры